Дорогие друзья, вот конкретная тема, которая тысячи, даже, наверное, можно сказать, миллионы людей изучают питон, понимают, что писать не будут, посещают курсы, да. А хотите, чтобы получилось? Я часто читаю вот такие письма, да, примерно, плюс-минус. Благодарю вас за контент, что делаете это просто огонь там. Я проходил множество курсов, так, за ваши пару уроков я узнал больше. Нет, это не реклама, я сейчас объясню суть, это суть школы. Где идет одно и то же, миллион лет, проходим по переменным типам данных, и только в самом конце добираемся до функций, которые дают основную базу программирования, помогают и дают якобы что-то. Вы знаете, ведь так построено большинство школ программирования, то есть цель не то, чтобы вы научились писать, а то, а для того, чтобы занять вас чем-то. Объясняю. Если сказать, что, допустим, там кто-то плохо делает, ведь надо чем-то заполнить уроки. Надо. Ну, тогда давайте открывать, откуда это берется, да, узнавать, если вы хотите писать. Итак, открываем питон.org, да. Просто сам принцип. Смотрите. Мы поговорим сейчас то, что интересует новичка и откуда ноги растут, то есть ответим на вопросы, сейчас поймете. Итак, обратите внимание на то, как устроен туториал, да, то есть учебник. Он устроен таким образом, устроен как справочник. Это очень хорошо подходит для того, чтобы им пользоваться, если что-то забыл или подтянуть, но для изучения совершенно не подходит. Доказательства. Открываем. Это джанга. Вот у нас есть, совершенно только как пример, листвью, иными словами, клажанга, который выводит все записи. В общем, все, да, я имею в виду все записи, пока так объясню. А это исходный код. Открываете абсолютно любой продукт, и вы видите, дев, дев. ДФ, ДФ, вы ничего больше не видите. Вы везде видите функции, функции, функции. Откройте абсолютно любой язык, там будут классы, функции, методы. Итак, то есть, если функция это основа, значит, наверное, с нее и надо начинать. Но, если мы откроем учебник, вот такой, да, это прекрасный учебник, но все официальные учебники построены так. Почему? Для того, чтобы было легко искать. И большинство книг, начиная там слуца, я никого не осуждаю. Именно построен таким образом. Знаете, как это выглядит, вот я вам расскажу, как это выглядит на практике. Ну, давайте. Я хочу вас научить, вот, ребенка, да, пойти в магазин. Но мы, что проще делать? Что проще делать? Проще делать, вот, я, да, допустим, а вот магазин. Проще взять ребенка за руку и повезти в магазин. Согласитесь? Это называется начать с функции. Почему? То есть, мы делаем действия. Мы ничего еще не купим, я согласен. Но мы пройдем, вот, берем, идем с дома, идем в магазин. Но если мы начинаем проходить так, как построен справочник, представьте, что мы говорим. Итак, вот этот вариант, да. Я говорю, мы с тобой пойдем в магазин. Но мы никуда не идем. Сначала нам надо понять, куда мы запомним дорогу. Ребенок уже запутался. Теперь нам надо понять, а что нам надо с собой взять? А теперь, а куда все это запомнить? Ну, как это запомнить? Либо на список написать, либо там то-то. Теперь мы с тобой что сделаем? Надо это как-то обозвать. Ну, давай, ну, как переменной, да. Надо это как-то назвать. И вот мы топчемся на месте, а ребенок говорит, А когда мы пойдем в магазин? Пойдем. Там, дочка, сынок. Пойдем обязательно. Вот давай только разберемся, как запомнить. Вот как мы саму дорогу-то запомним. Вот как ты будешь запоминать дорогу? Все. Ребенок окончательно запутался. Ведь проще что сделать? Взять и отвезти в магазин. В следующий раз что сделать? Давай-ка зайдем в магазин и увидим. Ага, там есть продукты. Смотри. Вот нам надо купить то-то, то-то, то-то. Ага, а вот наш список. Бац. И когда у нас есть функция. И теперь говорим, у нас 10 продуктов. Нам проще их сделать как список. Вот так он делается, список. То есть, когда мы к функции начинаем добавлять типы данных, происходит совершенно поразительная вещь. Действие всегда целостное. А пока мы изучаем вот тип данных 1, тип данных 2, а новичок спрашивает, а зачем мне это? И вообще, когда я буду писать код? Будешь обязательно? Будешь. Когда-нибудь потом. Да, потом. Сейчас у нас есть, сейчас наша задача какая с тобой? Ты пришел на курсы, а я как преподаватель должен занять твое время. Ты же занимаешься? Занимаюсь. Какая у тебя цель? Человек говорит, я хотел бы писать. Конечно, будешь, а сам думает. Наверное, я бы, ну, если преподаватель, то сам, скорее всего, не пишет. Идею поняли. В чем же дело? А вам объяснят так. А ты знаешь? Ну, хорошо. Если мы не изучим типы данных, то мы не сможем программировать. Ерунда. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Для того, чтобы изучить функцию, какой язык программирования знать? Сам состав функции. А вы, наверное, догадались. Никакой. Надо знать. То есть, для того, чтобы изучить функцию, не надо знать никакой язык программирования. Надо знать просто, что у функции есть ключевое слово, есть имя, либо без имени, есть скобки для параметров и есть тело функции. Кстати, здесь ретурн неправильный, да? Но я специально так написал. Теперь я у вас спрашиваю. Ребята, вот смотрите, если я вам скажу, что если взять в языке Python в одинарные или двойные кавычки слова, то это будет называться строкой. Ведь строку все поймут. Хотя это вот сейчас очень неправильное понимание, но тем не менее абсолютно любой новичок, который учился писать, читать, закончил школу, по крайней мере поймет, что ага, можно написать. Числа все понимают. Уже в начале мы два типа данных, строки и числа можем использовать для того, чтобы начать работать с функцией. И уже даже получить исключение, потому что просто к строке прибавить число не получится. Но тем не менее, и новичкам говорю, вот я вам сказал и слово, и что вы сделали? Да, абсолютно верно. Ну, вы сделали вывод. Наверное, строка это слово. Нет, ребята. Сразу выбрасываем и делаем другой вывод. И запоминаем отсюда раз навсегда. Вот это что? Что это за слово сейчас? А хрен его знает. Правильно. Это набор символов. Вот это открываю. Открываю сайт. Беру некую ссылочку. Ну, свою школу. Так. Открываю. Спрашиваю у вас. Вот это что? Ну, это 100% передается как строка. Набор символов. Кто больше знает, скажет, это символы Unicode. Но, что это за слово? Правильно. Это просто символы. Вот с этого момента я отвлекся. Запомните, что строка это просто набор символов. Но, для удобства мы можем, конечно, писать осмысленные слова, чтобы нам было понятно, что там происходит. То есть, теперь давайте разрушим одну вещь, и я вам расскажу одну дилемму, одну дилемму, которую на самом деле легко обойти. Если вам начинают объяснять, и я так делаю, ребят, ведь это понимается, понимается человеком, который работает с кодом более 10 лет, да? Если вам попался такой преподаватель, это прекрасно. А, как правило, в школах, смотришь, там, пишут, там, у нас супер преподаватели два или там три года в проектах. Ну, правильно, подметал там где-то якобы, и ему говорили там что-то там где-то, ну, такое сделать. Почему? Потому что два-три года преподаватели это ничего, да? Вообще ничего, ни про что. Теперь, как бы мне сказать так, чтобы вы меня поняли. Ребята, смотрите, в чем заключается сама фишка. Сама фишка заключается, что когда мы открываем какие-то типы данных, ну, давайте чего-нибудь откроем. Ну, вот лист, списки, да, типы данных. То, что происходит в школах и что происходит в голове у новичка. Сначала он изучает строки. Ну, ему говорят, что вот строка, потом вот изучали там числа, дошли до списков. И начинает изучать списки. Изучаем, изучаем. Что получается? Ха-ха! А получается... Я в конце видео вам покажу, что все в одно сводится, что все проще намного паренной репы. А что получается? А получается примерно следующее. Получается следующее. Сначала вы изучаете списки Python. Как нечто отдельное. Потом вы изучаете кортежи Python. Как нечто отдельное. Потом вы изучаете строки Python. Ну, и так далее. А вы знаете, что это не так. То есть, вот это все одно и то же. Можно представить себе единым целым, а потом уже в голове разделить. Но здесь существует... А как это сделать? Как это сделать? А это сделать просто. Давайте с вами сейчас это и попробуем осмыслить. Да? Вот примерно я уже без выборки. Такой кусок знаний уместить в один абзац из нескольких предложений. И при этом еще понимать. Для этого есть, на самом деле, все необходимое. На что это похоже. Так, ну, пока не придумал. Может быть, придумаю по ходу. А, ну вот, придумал. Представьте, я вам начинаю рассказывать в течение 10 дней. Итак, сегодня у нас супер занятий. Вы много узнаете. Сегодня мы будем рассматривать автомобильные свечи. Автомобильные свечи, вот эти вот, подходят для... И пошел дальше рассказывать. Завтра я вам рассказываю опять про автомобильные свечи. Завтра, послезавтра рассказываю, что автомобильные свечи имеют длиннее резьбу, короче резьбу. Вот длиннее резьбу они имеют там, когда для таких-то автомобилей. Не проще ли сказать, все автомобили, которые работают на бензине, имеют автомобильные свечи. Нам надо знать марку автомобиля, и после этого легко выбрать свечу. Все. Автомобиль становится неважен. Это грубый пример. Теперь открываем дальше сайт Python. И открываем Glossary. И что нам надо найти? Оказывается, это говорит вам Бовсуновский, что вот все эти вещи, которые мы написали, список, кортеж, строка, относятся к одному какому-то типу, который называется последовательность. И если я подхожу вот с этой стороны, последовательность, где в принципе написано, да, список, строка, кортеж, байтс, да, то есть 4. И говорю, ребята, что вам надо знать о списке, кортеже и строке, вам надо знать просто свойства последовательности, а потом понять, что у них разное. Но вы четко будете знать, что делать. Давайте попробуем сейчас это освоить. И это все написано. Ну, давайте. Итак, первое. Мы видим iterable. Я в школе говорю, ребята, вот начали изучать язык, разберитесь. Итератор, итерация, итерируемый объект. Проще говоря, пересчитывать. Итак, если это последовательность. Иными словами. Вот видите слово. С, вторая буква П, И. С, О, К. Значит, каждый элемент представляет символ. То есть, эти элементы, если их несколько, их можно пересчитать. Иными словами, в последовательности можно пересчитать. При этом последовательности не важно, там будет внутри, допустим, у списка могут быть кортежи, все равно кортеж будет одним элементом. Иными словами, делаем первый вывод, последовательность это то, что можно пересчитать. Потом практически скажу. Второе. Второе. Мы видим метод getItem. Это те методы, которые люди боятся. Не методы с двумя нижними подчеркиваниями. Но я прикреплю видео. Здесь у меня есть есть программирование по системе номер один. И здесь я показал урок магический метод getItem практическое применение офигенно полезным. Я, пожалуй, сейчас расскажу немного проще еще. То есть у вас зреет вопрос. Я скажу вам ответ. Потому что сначала надо было другое сделать в конце. Скажу. Потому что вы увидели, а тут есть итерация, а тут есть нижняя подчеркивание, а мы новички. А это в конце. Я покажу, как это делается. Почему мы к этому будем готовы. Значит, последовательность. Можем посчитать. Далее. Если мы дальше смотрим. Следующая. Последовательность поддерживает извлечение по срезам. То, что называется в Python. Иными словами, вот наше слово. Если слово состоит из символов, то это можно пренумеровать. В Python других языках первый символ начинается с нуля. То есть P будет 0, E 1. Значит, если мы смогли последовательность пронумеровать, значит, мы можем извлечь либо последний, либо часть символов, иными словами, извлечь. И третья вещь, которая обладает все последовательности, это методами. Методами. А разница лишь в том, то есть методы срезы. Разница в методах лишь в том, в их количестве. Например, в списке много методов. Это похоже на список, который мы составляем в магазин. Допустим, нам надо купить 20 продуктов. Мы берем лист бумаги и пишем купить там морковь, лук, колбасу, мясо и так далее, и так далее. По сути дела, что когда вы идете в магазин, пишите на бумажке, а в языке программирования есть квадратные скобки. И их язык программирования Python различает как список. Разница лишь в том, что в реальной жизни вы берете лист бумаги и ручку и пишете, а для языка Python, когда вы хотите список, вы ставите квадратные скобки и пишете тут я это кавычки будем считать, купить колбасу и так далее. Колбасу и так далее. И при этом обратите внимание, в списке в типе данных список мы используем тип данных строка, которая тоже является последовательностью и используем как слова. в данном случае это слова. Но просто это, как я говорил, набор символов, но для нас это слово. Потому что если бы мы убрали скобки, а написали просто, допустим, некое слово, то это язык программирования без ничего воспринял бы как переменную. Итак, список кортеж Python и строка имеют три основных качества. Так как они являются последовательностями, значит, их можно пересчитать. Ну, например, как это применяется? Это итерация. Вы пишите проект на Django и применяя итерацию вы при помощи итерации выводите все записи подряд. Вот как здесь выведено. Но это при помощи функции Python итерация. То есть все пересчитали, а Django вывела. Второе, что имеет срезы. То есть так как это последовательность, значит, оно состоит из каких-то частей. А если это части, значит, их можно пронумеровать. Значит, можно вывести. И третье, методы. Это дополнительные действия над списком. Добавить, удалить и так далее. Значит, смотрите, как просто. Неужели теперь, когда мы открываем наш учебник, нам надо так долго читать. Мы уже знаем. Ага, список, кортеж, строка имеет три свойства. Итерацию, то есть можно пересчитать. Второе, это извлечение по срезам. Третье, методы. Теперь нам осталось всего лишь разобраться, как это записывается технически и для чего лучше применять. Но тут много ума не надо. В списке очень много действий любых. То есть добавление, удаление, это делается при помощи методов. То есть пишутся дополнительные функции, готовые что можно сделать. То есть и в зависимости от задачи мы выбираем. Если мы пишем какое-то приложение связанное с деньгами, с настройками, то нам надо выбирать кортеж. Почему? А мы знаем, что кортеж это защищенный элемент, где мало методов и нельзя изменить извне. Дальше. Ну, строка это то, что выражается символами. Нам надо, например, емейл, он выводит емейл. Символы могут быть совершенно разные. Нам надо просто строка из определенных символов. И так в зависимости от этого мы выбираем тип данных. Теперь у вас, конечно, возникнет вопрос. Ха-ха, Бовсуновский, вот тут-то мы тебя испоймали. Такой ты умный, уже много лет работаешь с языками, знаешь, не один, и вот тебе легко. А вам не труднее, ребята, вам тоже легко. Просто вместо того, чтобы заниматься, извините меня, хренью, сто часов проходить, что такое список, что такое кортеж, и что такое там далее, и при этом все это разное в голове, я вам показал за десять минут, что это можно собрать в одну последовательность, и уже логически вы знаете, что делать. Но. Есть одно но. И это но, если мы открываем ту страницу, вот эту, да, и постелать, то оказывается, здесь мы видим классы, классы, классы. Ребят, да вы не ошиблись. Ну подождите, сейчас вот после сейчас остановите видео, я вам дал видео, посмотрите, что здесь сложного. А может быть надо поступить по-другому, что я вам зря рассказывал, что начать надо с функций, и тогда можно прицепить. Но, ребят, я здесь с вами полностью согласен, что для того, чтобы действительно реально на высоком уровне и новичку понять, как работают последовательности, надо кое-что знать о классах. А как это знать? Ребят, к сожалению, на это уйдет очень много времени, минуты две. Я открою вам страшную тайну, которую опять вам не откроют нигде. если вы откроете, вы тоже будете чувствовать себя, что писать не будете. Вы продолжите дальше изучать сначала функции, потом будете изучать методы, потом будете изучать классы, и тоже окончательно запутаетесь, потому что у вас тоже будет разница в голове. А я вам скажу совершенно банальную вещь. функция метод класс это одного поля ягоды и живут и работают по одним и тем же законам. Единственная разница в синтаксисе и задачах. Ну, скажите там, что скажете? Задумались? Оказывается, то новичок может это понять, а когда понял, то можно что-то и сделать? Или как лучше? Сначала изучать функции, ну, изучали там полгода типы данных, запутались, потом начали изучать функции, потом методы, потом классы, и вообще запутались. А может надо начать вот с этого, привести все к общему знаменателю и сделать какие-то выводы, то, что я и делаю в школе. Ладно, ладно, ребят, ладно, спокойно, не надо кидаться, открываем первый взгляд на классы, подождите, черным по белым определение классов, такие как определение функций, DEV, утверждение, открываем, смотрим, читаем, сейчас попроще покажу, то есть, оказывается, оказывается, ребята, и тут можно начинать ставить лайки, да, оказывается, пожалуйста, волшебное слово сказал, ребята, смотрите, оказывается, так чудес нету, чем отличается школа буснов, скажу, вот сейчас документация, система работы с кодом, это я пишу, чтобы не забыть, оказывается, если мы берем, начинаем изучать функции, для того, чтобы понять, что такое функция, нам надо узнать, мы новичок, что есть ключевое слово DEV, которое определяет функцию, что такое функция, это мини-программа для многократного использования, сегодня сходил в магазин, завтра пойду в магазин, после завтра пойду в магазин, и так далее, далее, а давайте-ка сейчас попробуем кое-что сделать, ведь открываем мы джанга, и видим, что здесь мы видим знакомого нам уже с этого урока, ребята, ну что мы видим, DEV, ну здесь единственное видим сельф, так ребята, все просто, оказывается, если в классе добавить к функции ключевое слово сельф, которое выделит место, и дальше вы будете сами это разбираться и рассказывать мне, сельф, то функция становится методом, но работает по законам функций, сейчас я поясню, что это такое, если мы пишем класс, то класс работает по законам функций, и при этом в себе содержит, просто в классе функции будут называться методы, методы, что нам надо узнать, а что общего объединяет, я же вам сказал, функции, методы и классы, это ягоды одного поля, но я здесь дам только первую подсказку, так скажите, вот вы сейчас я рассказываю, воспринимаетесь и понимаете, значит и все это мы можем легко разобрать, и тогда получается прекраснейшая картина, оказывается, оказывается, что мы можем проходить язык совершенно иным способом, работать с функциями, то есть выяснить, что это значит, функция метод и класс поля одного ягоды, я сказал дам одну подсказку, а потом уже понимая эти вещи, разобраться с последовательностями, так это ж можно сделать, ну с функциями надо поработать с месяц, скажу по-честному, по-нормальному, это можно сделать быстро, и язык уложится уже в ядро, а дальше добавляй циклы, добавляй ветление, но будет куда, а вот когда мы начинаем изучать язык, сначала изучаем типы данных, и получается як тады, а что тады, а тады мы ни хрена не поняли, правильно, знаете, как легко определить преподавателя, вы пришли на курсы, подойдите, задайте ему вопрос, а потом он вам начнет рассказывать, а вы можете там, уважаемый там, Иван Иванович, а вот объясните мне это по документации, и считайте, раз, два, три, но если преподаватель не полез в документацию, значит, он не знает, где это, ну что ж, будет нести от себя тяну, ребят, а теперь отставили кофе, перестали все делать от лекарства, а слушаем такую вещь, скажите, а вы работаете с документацией? Чувствую, чувствую, по себе, вот по позвоночнику сейчас пробежало у меня вот этот холодок, потому что Бовсуновский года четыре первых, а я не пойду говорил документацию, я же там ни хрена не понимаю, ну тогда я вам задал второй вопрос, а вообще работа программиста это что? это работа с документацией, это часть работы, вывод, чем больше вы будете, ребята, обходить документацию, тем позже вы станете программистом, не бывает программистов без документации, вернее, их много, но тогда и будет вот так, тогда и будет вот такое программирование, я сейчас это все сделаю, комментарием, а теперь давайте чего-нибудь напишем такое простое, чтобы понять, что за программирование будет тогда, да, да, だ, да, 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 Самое простое. Сначала на счет, что функции, методы и классы это поле одного полиягоды. Параметры. Вот это то, что в скобочках называется параметры. Что вам необходимо сделать? Считывает на автомате. Если вы... Ну вот дам видео. Смотрите, сейчас отвлекусь на секунду. Ребят, сейчас объясню две вещи про школу. Да, потом дальше продолжим и уже закончим. Итак, ребят, смотрите. Есть школа. Я просто показываю. Значит, смотрите. Есть, можно учиться по видеоурокам. По системе работы с кодом потом скажу. По видеоурокам. Вы учитесь в своем темпе. Также я бесплатно работаю в группе. Но без личной постройки, конечно, без всего. Но тем не менее, помогаю ребятам, которые работают в группе. Также у меня есть и индивидуальное обучение. Но цены низкие. Низкие, невысокие. Потому что это белорусская школа программирования. А вообще в Белоруссии там больше... Есть школы сейчас больше 5000 месяцев. Поэтому мои деньги, это, говорится, детский лебедь. Но тогда мы работаем вот по этим принципам. Еще отталкиваясь от ваших знаний, от вашего конкретного порога. Я даю задания. То есть это уже настоящее программирование. Действительно достигаются вещи. Свободное чтение, свободное написание кода, свободное чтение документации. Но, ребят, отлично знаю. Не у всех есть возможность так оплачивать. Поэтому можно купить, допустим, по акции доступ. Иметь доступ к видеоурокам. Кого больше рвения работать в группе. И тоже развиваться. Было бы желание. Ладно, не буду рекламировать. Потому что просто рассказал. Просто... А, не зря. Не зря. Почему? Потому что в этом видео... Сейчас я себе файлы достану. Чтоб вы поняли, о чем речь. Насколько вот человека пробило. Сейчас, прямо сейчас. Да, вот он прислал. И его пробило. Денис занимается в группе. Да, там было 1960. Это белорусских рублей. Ну, это где-то 48 тысяч российских рублей в месяц. Вот, дам видео. Просто сам факт. Вам тоже может это пригодиться. Да, учитесь писать код питон так, и вам не найдут замену. Ну, я рассказал видео, короткое очень видео, но тем не менее, оно пробило. Потому что вижу, Денис проделал домашнее задание, но так и не понял. А именно отсюда начинается хакерство в хорошем смысле слова. Да, то есть не в плохом. Отсюда начинается то, как джанга пишется. Вот с этих методов. Посмотрите в том видео. Дальше. Спасибо, что надо для направления. Сейчас переношу план в тетрадку. Буду следовать. Сейчас мысли буду работать. Самое интересное, это толчок, который я ждал. А вот он есть. Это еще только начало, на самом деле. Все правильно. Это с класса. Это Денис проходит то, что я и говорил. Сначала человек должен что сделать? Абсолютно верно. Понять. Новичок должен работать на системе, работай с кодом. Так, не то я открыл. Сейчас кусочек покажу, потом продолжим. Заканчивать уже надо. Система работы с кодом. То есть, как сделать так, чтобы кода, понятного, становилось больше, а не понятного меньше. Вот здесь уроки сельф. Это то, что мы приводим к чему-то единственному, чтобы потом понимать классы. Сейчас вижу, в группе занимается не всегда много людей, потому что кто-то стесняется. Но почему я помогаю бесплатно в группе? Потому что другие ребята, допустим, кто стесняется, смогут проделать место ребят вместе с другими ребятами и что-то для себя извлечь. Но есть еще один момент, вот что он не понял, не услышал пока. А я всегда говорю, ребята, настоящее обучение программированию проходит, когда вы изучаете несколько языков. Один язык писать вы будете плохо. Когда вы изучаете два языка, со временем будете писать на любых языках. Отвлекусь. Можно также купить доступ и лучше покупать. Просто когда был Котлин, я предлагал Котлин. Сейчас блокчейн, да. И, допустим, можно взять доступ и купить и Жанга Питон, и блокчейн. И заниматься. Почему это работает? А потому что, ребята, когда вы будете открывать... Открывать уроки блокчейн и работать с функциями, допустим, солидности, писать контракты. Оказывается, у вас начинает естественным образом происходить процесс понимания, что одинаково в языках. Ведь это так просто и так банально. Ребят, я вас отлично понимаю. Когда в 2008-2009 году мне попала статья, и я читал, что отдайте там десяток лет, изучите десяток языков. Я себе сидел, пыхтел и говорил... Эх, гадина какая, какие десяток, тут бы один понятие язык. Ребят, чушь все это. Я же вам рассказал по функциям. Я вам рассказал по функциям. Что функция состоит из ключевого слова, имени, функции и параметров. И что вы думаете, в солидности будет в языке по-другому состоять? Нет, не будет. И вот тогда начинается, когда вы начинаете именно открывать другой язык, у вас начинается наконец-то кристаллизация. Ага, функции, оказывается, я знаю, что они стоят одинаково. Значит, если я открою третий язык, на что мне надо обратить внимание? Правильно, на параметры. Мы о них сейчас поговорим чуть дальше. Мне надо 10 минут в другом языке, чтобы понять, что там обозначают параметры. В JavaScript это будут одни параметры. Там они будут делать, что хочешь. В Kotlin это будет все взято с Python. То есть, кто понимает Python, сразу поймет Kotlin. В Python это позиционные и, значит, именованные. Но только это вы должны знать на автомате. Но вопрос в том, что параметры есть у всех языков. Но это не надо слушать. Это надо пережить. Это надо кодить в разных языках. Тогда у вас отложатся баз функции. И какая разница, в каком языке писать. А нет никакой. Это я что-то новое сказал? Это старое, это все забытое. Открываем JSON и читаем. Не, не это. Здесь написано все очень просто. Вот ваш ответ. Почему удалось создать JSON? Это, то есть, передавать информацию между языками. С Python, там, в Kotlin и так далее. Практически все современные языки поддерживают тот или иной тип данных в форме. Которые... Вот, это не то большое. Массив, вектор, список, последовательность. То есть, по сути дела, по сути дела, у всех языков есть типы данных, вы будете знать. Да, там в Java это будет, в основном вы будете использовать массив, но и в Python есть массив. В Python вы будете использовать последовательность. Ну, в остальных всех языках, грубо говоря, вы будете пользоваться массивами. Но типы данных для вас будут понятны. И так далее. Функции одинаковы. Поэтому вопрос, что новичок не знает, что изучать в языке. Первая подсказка, изучать надо параметры. Это упустил, допустим, и Денис, вижу, и Саша. То есть, не занимается несколькими языками. А это большой минус. Когда мы работаем с несколькими языками, процентов 70, результат будет лучше. Ладно, это убеждать не буду. Человек должен это просто слышать. Но, тем не менее, уже похвально вижу, что толчок. А сколько таких толчков будет? Сколько этих подсказок делаю? Просто-напросто. Вот человек, хотя это и есть Наржанга, начал работать, допустим, смотрите. 14-й урок, по-моему. С чего начинаю я язык? Там 14-й урок, по-моему. Да, сейчас посмотрим. Еще одну подсказку. Вот я говорю, ребят, вот проделаем этот, то есть, скачаем VS, установим нода, установим библиотеки, установим расширение. Это понятно. Дальше создаем ENV и установим кодокс. Начнем ввести документацию, начнем писать, 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 писать. И работаем с документацией постоянно. Система работы с кодом, это и есть работа с документацией. Но я сейчас не буду это рассказывать, кто захочет, посмотрит. Нету времени. Но здесь вот перечень и плюс гид еще. То есть, если написал по одному языку, по второму, то оказывается, то уже соображаю. Ладно, погнали дальше. Закончим и хватит. Итак, к функциям нам надо определить три действия критериям к нашим знаниям. Какие у нас они должны быть. Ну, трудно это сделать без преподавателя, потому что мелочей очень много. Параметры считывать на автомате. Вызов. И третье, исключение. Если человек проходил, как я рассказывал, открыл и начал проходить. Проходил, проходил, проходил. В конце концов, времени куча прошло, а писать не будет. Вы уже поняли почему, да? Другое дело, он сосредоточился на этом ядре. Если он не сосредоточился, а все... Так, вот это важная мысль. Ладно, я ее сейчас произнесу. Все, кто проходит вот таким способом по принципу справочника, еще раз говорю. Официальные сайты это делают как справочник. Чтобы было удобно работать. Но изучать язык надо другим методом. Ну, для этого надо уже иметь какую-то систему, которую я вот, допустим, представляю. Блях, забыл почти. Сейчас вспомнить, что я хотел сказать. Вот вылетела мысль, очень важно. А, так вот, именно кто проходит таким образом, потом переходит к реальному продукту, писать не могут, чувствуют. Не могут не уловить. Все забыли про параметры, все забыли про, значит, функции, все забыли про исключения. А почему? Потому что не наработано. Потому что, когда мы, допустим, потом пробуем вызвать функцию. Давайте. MindFun и вот так сделаем. Да, и теперь запустим. И, в конце концов, запустим. Что получаем? Правильно. Мы получаем следующее, что у нас возникло исключение, отсутствует два позиционных аргумента. Если бы я недельки две посидел с параметрами, поработал бы с самим параметрами, разобрался, что они дальше, поработал бы с исключениями, то для меня это было знакомо. Но, что происходит в жизни? Человек вот тут три месяца сидел, потом пробежал функции, а потом, ну, буду я джанга делать. И получается, куда время, никуда. Давайте попробуем вот так. И посмотрим, сколько людей изучают язык неправильно. И видим, смотрите, это я не очень хороший запрос, да, набрал. Но, на самом деле, очень много, да, вот банальная ошибка. То есть, а люди обращаются, пишут в поиск, да, ищут, да. А, слушай, а чего мы ищем, ребят? Чего мы хотим? Мы и ищем, потому что вот этих исключений их не должно быть. Потому что мы в джанга Пайтона не видим. А мы ж это и не проходили. А оказывается, тут какие-то исключения есть. А потому что, когда вы учились, учились не тому. Поэтому делайте выводы. То есть, все банально просто. А если бы я зашел и понял, посмотрел, это два позиционных параметра требуют передачи двух позиционных аргументов. Иными словами, я бы мог называть входными данными. То мне надо их вписать. Все бы пошло нормально. Я их считал. Но тогда бы я открыл джанга, я бы и там считал. Тогда бы я открыл документацию, я бы считал. Но ведь документацию мы принципиально не ходим. Ведь там ничего не понятно. Но я ж вам на примере классов рассказал, что там, оказывается, все написано. Так вот, когда один шаг открою, когда я вам сказал, что оказывается, что... Оказывается, где про одни ягоды... Оказывается, оказывается... Так вот, написал по-новому, где-то потерял. Функция, метод, класс, помните, я вам говорил, что это ягода одного поля. И начинается это с параметра. Вопрос в том, что параметры есть у функций, параметры есть у методов, параметры есть у классов. Просто там надо разобраться с экземпляром класса. Но эти все параметры работают с исключениями по законам функций. Скажите, это можно сделать? Проблема лишь заключается в том, что обучение программирования должно быть, я бы сказал вот так, определенным образом, который я вам сейчас попытался показать. И оказывается, что можно сложить в голове ядро и заказывать совершенно быстро. А потом уже все остальное будет добавляться и восприниматься логически, расширением, продолжением. Конечно, сюда надо добавить изучение второго языка, систему работы с кодом, потому что даже вот на курсе Джанга, да, систему работы, которую с кодом я рассказываю, то сам курс это практическое применение. Мы же все время то исключениями работаем. Практическое применение системы работы с кодом. Я говорю, говорю, сейчас одну секунду выделю, потому что некоторые это первый раз слышат. Да все банально опять просто. Если вы открыли код сегодня, потом открываете через три месяца, и у вас не становится больше понятного, ребят, то что надо менять? Способ изучения. Вот мы же сейчас с вами посмотрели другой способ. Иными словами, если вы будете тупо продолжать изучать по принципу справочника, вы все равно же писать не будете. Вы многие на этом убедились. Но, смотрите, я вам показал иной подход совершенно. Да, я не смог больше сейчас рассказать. Все намного там круче, шире. Но, оказывается, мы с вами смогли сложить простые вещи. Я вам показал, что если бы мы вот перед этими последовательностями сначала бы разобрали, что метод, функция, класс, это все работает по одним законом, то мы бы понимали уже и функции, и методы, и классы. Нам осталось что разобраться? Правильно, в каких-то особенностях. Это первое. Второе. Мы тогда уже заканчиваем, так как видео на это было, да, мы были бы способны понять последовательность. Сначала мы с вами определили, что есть последовательность, и она имеет три качества. То есть, тогда мы уже бы, даже не сходя в документацию, понимали, что кортеж можно излечь по срезам, можно провести итерацию, и можно там какие-то методы. И список. Нам не надо открывать, мы бы уже знали, а только искали метод, который нам нужен. Ну, словари питон, там отдельная тема, я сейчас их не трогал. Что собирается? Ядро в голове собирается, а не раздрайв. И добавляем сюда, что сам метод, и добавляем сюда систему работы с кодом. То есть, когда кода, который мы понимаем, становится больше, а не понимаем, становится меньше. Так вот. Давайте зайдем. Ну, ладно, не буду я это уже. Так вот, это и есть в школе. То есть, это начинаем работать с документацией. Вообще, система работы с кодом, сказать, самое простое и понятное. Ну, давайте вот такой пример приведу, самый банальный. Первое, смотрите. Когда мы пишем код, мы его как-то понимаем. Если мы можем, способны найти это в документации, иными словами, зайти в справочник и найти функции и параметры, и понять, что это такое, то это уже хорошо. Так как мы понимаем, что мы ищем, мы ищем параметры, то мы начинаем это понимать в документации. Дальше мы видим в документации, что все исполнено в командной строке. Мы начинаем работать с командной строки. Потом к этому добавляем то, что я показывал на сайте блокчейн, это есть и в колледже Жанга. Начинаем писать. Вы знаете, как делает большинство людей, у которых точно не получается? Я вам показывал пример, да, у которых точно не получается, и пока не изменят подход, не получится. Когда показывал с Жанга. Ну, помните, да? Так. Когда показывал с Жанга. Закрыл видео. Исключение, когда показывал. Так вот, если мы добавляем к этому еще написать. То есть, я говорю, ребята, а давайте-ка все описать. Это делает мало людей. Что делает в большинстве своих случаев? Люди, вроде бы, понимаю, и пошел дальше. А если человек попробует рассказать, рассказать о том, что о коде, который он видит, оказывается, возникают трудности. Назвать как не знаем и так далее. Так вот. Что же начинает происходить, когда человек начинает это все проописывать? Я не говорю о комментариях. Я говорю писать, именно называть конструкции кода каким-то способом, чтобы вы сами могли это определить. Это само не придет. Тогда у вас в голове начинает вырабатываться то, что вы понимаете, о чем идет речь. И тогда вот происходит то, что происходит с профессиональными программистами. Вы сможете размышлять, потому что для вас понятно. Цикл for. Вы понимаете, что под этим подразумеваете. Вы понимаете под параметром, можете размышлять, какой мне поставить параметр. А действительно и так, и так. Иными словами, в результате писать. Вот из таких маленьких частей складывается система работы с кодом. Получается, нам надо изменить подход к обучению. Нам надо выработать систему работы с кодом, то есть перечень действий, которые мы будем делать постоянно, чтобы реально видеть, что наш код растет. В школе, и особенно в индивидуальном обучении, я это достигаю при помощи, задаю вопросы. Чем вот мое обучение, просто объясняю, отличается от других школ. Все банально просто. Я никогда ни на что не отвечаю. Вы скажете, ха-ха-ха, смешно. Да не смешно. А на самом деле работает. Смотрите, в большинстве школ вам нечто рассказывают. Ну, то есть, преподаватель отторобанил, и вы вроде пока рассказывали, понимали, встали, забыли. Другое дело, я вам рассказал видео, вот что такое функция, и что такое параметры. А потом задаю вопрос. А сейчас вот вам в странице, напишите мне, какие у вас есть параметры. Ну, вы нашли. Вы пишете. А мне сразу видно, что вы упустили. Я ставлю новый вопрос, чтобы заполнить картину. И вы тогда пропускаете все через свой личный опыт. И так же видео у меня построены. Только надо слышать. И тогда действительно человек начинает писать. Потому что разница в том, что это все он проделал сам лично, через свой опыт. Это работает. Конечно, получилось, ребята, видео немножко шире, чем я ожидал. Но, по сути дела, цель достигнута. Я просто вам показал, что могут быть совершенно другие подходы к программированию. Я еще вам дам видео. Такое здесь, да, есть. Это тоже иногда хорошо бы взглянуть. То есть, я об этом же рассказал, но немножко в самом, да. То есть, как вы изучаете язык программирования, это точно не то, что делает большинство. И согласитесь, ребята, то, что я рассказывал, вы то наконец-то начали верить, что действительно так получится, как я рассказывал. Правильно. Потому что уже из рассказа вы поняли, что это действительно сработает. Потому что уже собирается до кучи и собирается в ядро. Поэтому, дорогие, мои, не надо себе говорить, что программирование это не для вас. Или как я когда-то думал, что, ну, наверное, я тупой. Ну, вот я не про вас, про себя говорю. Да, потому что я полтора года первый, я не мог войти в язык. Ну, какая документация, нахрен, если я не понимаю, зачем эти типы? Все что-то там пишут. Какой язык изучать? Да столько вопросов. Да они сняты все в этом видео. Изучайте два. Третий, который надо, изучите потом, просто по ходу будете по документации писать. Не говорите себе, что это трудно, просто-напросто надо выбрать правильный метод изучения. Поэтому я в школе и начал с функций. И правильно подойти. Всего лишь, ребята. И тогда и справочники, и документацию полюбите, и все будет для вас работать. И так по шажку в день смотрите, и все получается. Но тем методом, который я показал, ведь вы начинаете писать сразу, не потом, а уже сейчас будете писать. Ребят, поэтому все получится. Наверное, знаете, кто самый тупой, да, из всех нас? Это Бувсуновский, это я. Потому что, ну, многие, наверное, меньше меня в 2008-2009 году, но я полтора года не мог войти в язык. и знаете, как меня пробило? Я изучал, все мы делаем одинаково. Изучал и по книгам, тогда не было переводов книг, тогда не было столько материала. Изучал так, а пробило меня, когда я открыл, мне понадобился JavaScript, он еще совсем слабеньким был, и до меня дошло. Я же думал, что функция в Python, это так устроен весь мир. Оказывается, в JavaScript, я узнал, что есть функция первого уровня, а потом до меня дошло. Смотри, Бувсуновский, смотри, функция в JavaScript, и в Python имеет параметры и там, и там. Ну-ка, дай-ка я открою еще один язык, и там так. Во бляха. Совпадение. Ребят, не совпадение, метод надо правильно выбирать, поэтому не придумывайте себе, писать вы будете, и все у вас получится. Ставьте лайки. Кому трудновато, приходите в школу. Все будет, все получится. Было бы желание. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,